Музыка Господа, товарищи, 9 ноября Интерфакс сообщил, что уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила, что идея российской нации на первый взгляд привлекательна, но она не следует ассоциировать с одним народом, даже титульной нации, так как это может обидеть другие народности и национальности. Мне бы хотелось бы на связи поговорить о русском народе, тем более, что никакой титульной нации не существует. Каково место русского народа в конституционно-правовой системе Российской Федерации? В модели заданной Конституции и законами Российской Федерации русского народа нет. Нет. Государство Российской Федерации отказывает русскому народу в правовой субъектности. Русская национальная идентичность находится вне конституционно-правового поля Российской Федерации. Что есть народ? Народ определяется рядом признаков языка, культуры, территории, религии, исторического прошлого и так далее. Но народ определяется и другим важнейшим признаком. Народ – это несколько поколений людей, находящихся между собой в родственных отношениях на протяжении веков и продолжающих воспроизводить родственные отношения между собой путем рождения детей. Объединяясь народом, они решают проблему сохранения своего уникального генетического материала в своих потомках. Чем меньше народ, тем ревнивее он относится к сохранению своей самости, своего уникального отличия от других, что можно и нужно понять. Но элементарная справедливость заставляет относиться также и к большим народам, в частности к русскому, который обезличен до такой степени, что не обозначен юридически нигде. Даже в собственной конституции, в отличие, кстати, от конституции Татарстана, где прямо говорится о татарском народе, как государство образующее. Открываем конституцию Татарстана и читаем. Настоящая конституция, выражая волю многодационального народа Республики Татарстан и татарского народа. В конституции чеченского государства, правда, нет фразы «чеченский народ», но упомянут чеченский язык в качестве государственного. Глава Чечни возглавляет Всемирный конгресс чеченского народа, а 9 января в Чечне является официальной датой – День восстановления государственности. Чеченского народа. То есть это чеченское национальное государство. У русского же народа в настоящее время нет своего государства. В то время как у Чечен, Баткир и Татар есть. Российская Федерация признает эти государства и заключает с ними соглашения. Кстати, некоторые соглашения, которые Российская Федерация заключает с государствами бывшего СССР, принимаются вне интересов русского народа. Пример. После выхода из состава СССР и изгнания русского населения, Таджикистан погрузился в тотальную нищету и разруху, но при этом население продолжает увеличиваться. Чтобы остаться у власти, властям Таджикистана нужно куда-то пристроить лишнее население, а властям Российской Федерации нужны низкооплачиваемые рабочие. Российская Федерация и Таджикистан договариваются с собой, что Российская Федерация будет принимать у себя излишки таджиков и заменять ими русское население. Что это официально именуется замещающей миграцией? Это официально. Все довольны, кроме русских, которых никто не спрашивал. Я недавно вернулся в созидание клуба «Русско-Кавказская инициатива». Там сами кавказские народы говорили о том, что хотят обозначить место русского народа в нашей Федерации, которое пока никак не обозначено. Этого не мы, этого Кавказ хочет. Кавказские народы хотят ясных и понятных отношений с русским народом, но для этого нужно как минимум обозначить юридическое положение русского народа, чего в Конституции не содержится. Усилия русско-кавказской инициативы направлены на выход из законсервированной в России парадоксальной ситуации, когда русские, составляя 80% населения, и имея все основания считать себя создателями этой страны, юридически лишены в ней какой-либо правосубъектности и являются неизвестно кем. В отличие от ряда других российских народов, они лишены права считать хотя бы один квадратный метр российской территории своей национальной государственности. При этом, не являясь меньшинством, они имеют право и национально-культурной автономии, то есть поддерживают свои культурные самобытности с помощью государства. Понимая это, президент Владимирович Путин в 2012 году написал программную статью «Россия – национальный вопрос», который изложил основные принципы правильной национальной политики. Было заявлено, что Россия есть полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром, что стержень скрепляющей нации – уникальная цивилизация русский народ, русская культура, и что русский народ является государством, образующим по факту существования России. Однако, он же высказался против внесения поправки Конституции Российской Федерации о государство, образующем русском народе. «Это опасно, это не нужно», – сказал он, отвечая в Думе на вопрос, простите, пожалуйста, «мой» в 2012 году в этом зале. По словам Владимира Путина, внесение такой поправки автоматически сделает часть населения России людьми первого сорта. При этом он отметил, что русский народ, на его взгляд, действительно является основой, костяковым цементом национального российского народа. Некоторые люди спрашивают, а зачем нужна эта поправка, что она меняет? Но эта русская поправка принципиально меняет конституционно-правовую основу государства Российской Федерации. Включение русской поправки Конституции означает официальное принятие государством Российской Федерации следующих положений. Первое. Государство Российской Федерации признает существование русского народа. У русского народа появляется субъектность в рамках конституционно-правовой системы Российской Федерации. Второе. Государство Российской Федерации признает, что оно расположено в том числе и на землях русского народа. Третье. Государство Российской Федерации обязует выражать интересы русского народа. Ничего этого в современной Конституции нет. Напомним, что отбернутая поправка в Конституцию Российской Федерации заключается в замене фразы. Многонациональный народ Российской Федерации на фразу «Русский народ и народы Российской Федерации соединены общей судьбой на своей земле». То есть она требовала просто равенства внутри федерации. Ничего более, равенства. Русско-Кавказская инициатива стала движением снизу, имеющим цель исправить это положение. Она выдвинута в июле этого года в городе Майкопе, Адыгея, на совместном задании общественной организации «Старейшины Адыги» и местного отделения избирательного сборского клуба с участием представителей русских патриотических организаций и представляет собой требование восстановить исторически присущей в России и русскому народу государство, образующий статус. То есть инициатива исходила именно от представителей кавказских народов, что крайне важно, так деструктивными силами именно Кавказ постоянно подается, как некий оппонент России и русских. Впоследствии русско-кавказская инициатива обсуждалась на родном заседании, круглых столах, включая вглушение 24 числа этого месяца этого года в общественной палате Российской Федерации, причем получила поддержку не только русских патриотических организаций, но и более 20 национальных объединений Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас в регионах проводятся конференции и другие акции в ее поддержку. Особую актуальность русской инициативы приобретает сейчас, когда разговоры идут о законе о российской нации. К сожалению, все основания полагают, что авторы этого закона предложат законовать французскую модель нации, когда же членами считаются все обладатели одинаковых паспортов, без признаваемой собампытности народа. Подобная политика сегодня сделала Францию добычей иммигрантов и террористов, в России же неминуленно вызовет сепаратизм и национал-экстремизм, чреватый распадом страны. Понимая это, я бы хотел инициировать в Государственной Думе обсуждение этой проблемы нашей Конституции, но не только этой. Например, пункт 4 главы 1, 1-го раздела Конституции гласит, если международным договором установлены иные правила, чем предусмотрены законом Российской Федерации, то применяются правила международного договора. То есть международный закон главнее законов Российской Федерации, который мы с вами принимаем. Кажется, это положение нашей Конституции нуждается в немедленном пересмотре. Но, возвращаясь к затронуной ранее проблеме, я хочу сказать, что только при понятных и юридически выверенных отношениях между всеми народами, входящими в Федерацию, отношениях, построенных на основе абсолютного равноправия, вне зависимости от численности, вне деления на старших и младших, и юридических положениях, четко обозначающих положение самого русского народа, закон может стать тем цементом, который превращает миллионную национальную страну в единое цель. Без подмигиваний и умолчаний в виде ну, вы же понимаете. В современной Конституции написано либералами, которые, мягко говоря, не очень хорошо относятся к русскому народу, что неоднократно высказывали и высказывают. Например, молодая, но видная либералка Собчак в открытом перспективе к президенту пишет, «Режим, который установился в России в начале 2000-х годов, по-научному называется элитарной автократией. В этой конструкции авторитарное государство вместе с элитами экономической и интеллектуальной творческой противостоят дремучему и дикому народу нашей страны». Субтитры создавал DimaTorzok